Коробка храбрости как вознаграждение. Ребенок проходит болезненную процедуру, получает игрушку. Абсолютно все онкобольные дети края попадают сюда, в Центр охраны материнства и детства. О серьезном, а иногда и смертельном диагнозе тут говорят через метафоры и игры. Ведь ребенок проводит здесь несколько месяцев, а то и больше, и он должен понимать, что с ним происходит. Иногда прибегаем к таким метафорам, что, например, как происходит с ликозом, лейкоциты, тромбоциты. И мы это все объясняем с помощью игрушек. Например, машинки едут или поезды едут. Вот вагончик один отцепился, другие вагончики. Ну, то есть это очень разные способы. Дети – это игра прежде всего. Онкопсихолог сопровождает ребенка и его родителей на протяжении всего лечения. И даже потом дистанционно. Откуда вообще у маленьких детей, которые только недавно пришли в этот мир, берется онкология? Оказалось, на этот вопрос никто не сможет ответить точно. В теории на самом деле много и гипотез. Но из них основные две. Это вирусная теория. Вирусы любые создают определенные мутации в клетках. И эта клетка уже опухолевая. Организм воспринимается как своя. И организм ее не уничтожает. Вторая теория генетическая. Наши болезни предрасположены сразу, еще внутриутробно. Геном, который отвечает за какую-то болезнь и молчащий в данном случае, вдруг включается. И, соответственно, болезнь развивается. В детском отделении онкологии 30 коек. И они почти всегда заняты. Ежегодно в крае опухоль выявляют у 70-80 детей. И с года в год все больше. В ремиссии и лечится на данный момент около 700 маленьких пациентов. Самые частые детские диагнозы – это рак крови, костного мозга, лимфома. И главное, их нужно вовремя заметить. Практически, может быть, даже в 100% случаев заподозрить злокачественное заболевание можно по месту жительства. Нужно просто этим не пренебрегать и обратиться к педиатру. Развернут анализ крови, УЗИ внутренних органов. По возможности, если есть показания рентген органов грудной клетки, можно уже заподозрить злокачественное заболевание, чтобы дальше ребенка маршрутизировать. В обществе принято почему-то думать, что действительно это приговор. Но на самом деле уже давным-давно медицина приходит к тому, что те заболевания, которые раньше подвергали больше опасности людей, сейчас люди выздоравливают, стойкую ремиссию выходят. Может быть, сегодня как раз есть повод еще раз об этом вспомнить. В день борьбы с детской онкологией. Хочется пожелать терпения большого и сил для борьбы с этим недугом. И также хочется, чтобы родители помогали нам в лечении своих детей.